Правительство Российской Федерации в качестве одной из антикризисных мер объявило для граждан кредитные каникулы. Заемщики до 30 сентября текущего года могут обращаться в банки за срочкой при условии, что их доход снизился на 30% по сравнению с 2021 годом. Утверждены максимальные размеры займов, лимиты, по которым можно обращаться для предоставления каникул. Так, например, по потребительским кредитам для физических лиц этот лимит составляет 300 тысяч рублей. По ипотечным кредитам также есть свои предельные величины. Как быть с кредитами в условиях экономического спада? Как их отдавать, если доходы изменились? Что будет с ипотекой? Как ответили на поставленные вопросы жители областной столицы, вы узнаете из нашего опроса. Кредит нехорошо. Почему? Ну, как это называется-то? Жить надо по карману, по средствам. Я бы сейчас не брал бы кредит, и уже поздно. Нужно было брать в том году максимум. Зависит от того, на что брать кредит. Если это на жилье, я думаю, что государство разработает программы для или субсидирования, или отсрочек жилья. А если это на какие-то роскошные вещи, или там, я думаю, что не стоит. Ну, а пиотеку сейчас брать не стоит. Как вы думаете, почему? Ну, потому что процентная ставка выросла. Я никогда не брал, поэтому не связывался с этим делом. Не знаю, как люди будут расхлебывать все вот это. Ну, в общем, тяжело будет им. Тяжело. Каникулы-то они бесконечно не будут, правильно? Все равно это вернется неизбежно. Поэтому по возможности, конечно, если там, ну, не голодая, конечно, по возможности, да, надо как-то выкручиваться. Но не набирая новых кредитов, естественно. Я иду кредит на каникулы брать. Почему? Ну, снизилась потребительская. Люди меньше денег тратят. Все-таки, ну, ситуация такая, непростая. А вы думаете, потом у вас ситуация изменится? Ну, люди все равно на это на лучшее надеются. Все равно как-то полгода хотя бы передых какой-то будет.